В Самаре на Карлу Марксу-22 сегодня открылась площадка для выгула собак, говорится в телеграм-канале городской администрации. Собаки показали, чему научились на дрессировках, а хозяева выступили со стихами собственного сочинения. В мероприятии приняла участие глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко. Она вручила благодарственные письма активным жителям, которые осуществили этот проект, и отметила, что теперь питомцев можно не только выгуливать с комфортом, но и дрессировать. Новая площадка для выгула собак появилась благодаря проекту содействия. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приемный ребенок получает преимущество при зачислении в школу, где уже учатся члены его семьи, сообщает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Право приоритетного зачисления получают в том числе усыновленные или удочеренные дети и находящиеся под опекой в приемной семье. Преимущество будет действовать в государственных или муниципальных школах. Как воспользоваться услугой кредитные каникулы и кому они положены, рассказывает телеграм-канал Кировского района. Для начала нужно обратиться к своему кредитору и предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Дополнительно необходимо уточнить, какие документы нужны кредитору и как лучше направить обращение. В офис, через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение. В обращении нужно указать, что вы хотите получить, отсрочку платежей или снижение их размера. В телеграм-канале Красноглинского района жители приглашают на вакцинацию. В прививочные кабинеты Самарской городской больницы номер 7 поступила интерназальная вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК. Вакцина, так же как и спутник ВИА, является двухкомпонентной, вводится с интервалом в три недели. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах поликлинического отделения номер 1 ежедневно с 8 до 19.45, а также отделениях номер 2, 4 и 5 в соответствии с режимом работы. Субтитры подогнал «Симон»